Добрый день, уважаемые трейдеры! Блок отчетов от занятости, уровня безработицы до, собственно, темпов роста заработных плат. В 12.00 через полчаса после этого наше внимание будет обращено на то, что обстоит с настроениями среди бизнес-элиты в Германии. Это классический отчет от ZIU. Собственно, оценка сначала по ведущему локомотиву валютного блока и в целом еще такая же оценка в рамках всей еврозоны. Отчет вряд ли приведет к интересным движениям по евро. Тем не менее, для нас еще один повод осознать то, насколько сейчас промышленники с меньшим оптимизмом и уверенностью смотрят вперед в рамках ключевой промышленности еврозоны. Осознать это на фоне и с учетом рисков торгового характера. Мы, кстати, об этих рисках говорили буквально вчера, о том, что они реально начинают транслироваться буквально на всю мировую экономику. Только пока что, потому что в них фигурируют США и, собственно, Китай. И если, в конце концов, дело дойдет до ввода таможенных тарифов против Китая на общую, тотальную, совокупную сумму 500 миллиардов, конечно же, это будет угрожать практически 5% всего мирового товарооборота. Я думаю, то, что бизнес настроения в связи с последними данными по промпроизводству Германии, напомню, что разбирали мы этот отчет на неделе минувшей, третий месяц подряд снижения, я даже позволил себе предположить, что без промышленности Германия не сможет вытащить достойные показатели экономического роста ВВП. И в отличие от многих оптимистичных прогнозов, в соответствии с которым в прошлом квартале немецкая экономика могла прибавить 0,5%, я считаю, что в идеале, если повезет, увидим цифру 0,3%. Поэтому, друзья, все у нас всклачено, так накапливается, я думаю, что позиционно больше негатива по еврозоне статистика, политические нерядицы, собственно, в отношениях между в целом Европейским Союзом и Италией, это отдельная тема для многих, она вообще центровая для определения перспектив евро. Но не будем сейчас уходить, опять же, в плоскость вопроса того, какой фактор больше влияет на евро, в целом весь этот фундамент, он оказывает только одно, негативное воздействие. Поэтому для перспектив, особенно долгосрочных европейской валюты, в связи с этим я не устаю повторять, друзья, я не вижу каких-либо хороших оснований для покупки, я вижу лишь только массу поводов, из-за которых главный валютный риск, можно продавать себя. Замыкать сегодняшний день будет отчет от Американского института нефти ТОПИ в 23.30 по московскому времени, это своего рода, как мы уже давно с вами решили, это репетиция перед выходом официальных данных от администрации аналитической информации за день до, собственно, официального релиза. Смотрим затем, что могло произойти с точки зрения прироста запасов в целом нефти и нефтепродуктов. И если мы сравним, опять же, показатели отчета от АПИ, а после уже от Минэнерго, сможем убедиться, что в последние месяца полтора-два корреляция, ну, довольно на неплохом уровне. Может быть, экстремумы по этим значениям отличаются, но, тем не менее, что Американский институт нефти, что данные от администрации аналитической информации отражают действительно факт сезонного закрытия на техобслуживании многих НПЗ, как следствие, отражают рост запасов. Я думаю, что если мы сегодня в 23.30 получим статистику о том, что запасы нефти снова выросли, с вероятностью 99.9, скажем так, запасы выросли уже и по официальным оценкам. Это что касается того, какие отчеты у нас сегодня впереди, на что нужно будет обратить внимание. Теперь давайте разберем подробнее основные инструменты. Начнем мы с нефтянки, которая закрыла минувшую торговую сессию на уровне 80.67, сейчас котировки 80.88. В целом, в ходе вчерашних торгов мы снова видели, как медведи пытались затащить бренд ниже 80. Снова попытка на какой-то момент могла показаться, что эта попытка будет удачной, однако все-таки закрепиться ниже 80 пока не получается у продавцов. Будем ждать, друзья. Мы очень долго ждали хотя бы начала развития коррекционной динамики. Сейчас эта коррекция пошла и лишь понимаем, что так интенсивно терять нефть, как это было на прошлой неделе, не может. Уже на 10% мы ниже локальных максимумов. Это хорошее начало. Я думаю, что дальше по мере все-таки осознания участниками рынка того, что глобальному предложению ничего не угрожает, возможно, осознание придет лишь в ноябре после того, как вступит в силу американские станции против Ирана. Но в конце концов все придут к одному мнению, что на рынке есть угроза, но это угроза, связанная не с нехваткой предложения, а может быть даже угроза, связанная с перепроизводством. Поэтому я продолжаю, друзья, вместе с вами разбирать отчеты, которые у нас на фактически ежемесячной, а по штатам даже на еженедельной основе демонстрируют то, сколько на нефти добывается и что есть в планах по добыче. В частности, мы очень много говорили в ходе прошедших брифингов о докладе ОПЕК, о докладе Международного энергетического агентства. Мы говорили о статистике Беккер-Хьюса по количеству нефтяных терминалов. Мы говорили с вами про запасы нефти США. Не буду сейчас в целом детально разжевывать каждый из этих показателей. Надеюсь, вы все прекрасно помните. Главный итог на основании пересмотренных прогнозов более низкого спроса, на основании роста добычи в странах ОПЕК, в США, главный итог и вывод, который можно сделать, заключается в том, что нефти становится, очевидно, больше. И если, в конце концов, все пойдет по сценарию более затяжного экономического, глобального экономического спада, как следствие торговой неопределенности, спрос на нефтянку посядет еще сильнее. Поэтому прогнозы спроса на нефть будут понижаться из месяца в месяц, как минимум до конца этого года. Есть, признаю, для нефтянки сейчас локальный фактор поддержки. Это последний, опять же, комментарий Трампа, который пригрозил серьезным наказанием для Саудовской Аравии, если в ходе расследования убийства журналиста Washington Post будет доказано то, что каналисты имеют к этому отношение. Но я думаю, что это отчасти какая-то провокация. И, в конце концов, эскалации отношений между Саудовской Аравией и США все-таки удастся избежать. Поэтому, даже несмотря на ответные угрозы Саудовской Аравии, о том, что они предпримут тоже соответствующие действия, если Трамп выкинет какой-нибудь номер, в частности, Саудовская Аравия обещает сократить производство нефти, тем самым создать еще одну бешеную спроса на нефтянку, я, в конце концов, уверен, друзья, что до этого дело не дойдет. Поэтому, через какое-то время, я думаю, что довольно быстро, мы снова вернемся к тому фундаменту, который специально для вас я анализировал уже много и много раз и буду продолжать это делать. Фундамент, на основании которого становится ясно, почему нефть сейчас в районе 80 долларов за баррель, а не в районе 90. И это только начало, дальше нефтянка будет еще дешевле. 65-65, как вы понимаете, это котировки пары доллар-рубль, цели прежние 68-69, ждем ближе, собственно, к ноябрю, соответственно, скорость достижения этих уровней сопротивления будет зависеть от скорости ослабления и снижения цен на нефтянку. Доллар японской иены, сейчас котировки в районе 112, снова локальный минимум вчерашнего дня составил 111.62, и в целом, видя, как активно, опять же, доллары выкупают даже противозащитных оппонентов, можно сказать, что потери прошлого торгового дня полностью нивелированы, и рынок переварил данные по роничным продажам. Месячное вложение прирост точно такой же, как мы видели два месяца назад, 0,1%. Прогнозы были повыше, конечно же, получше, и, вероятно, статистика тоже могла бы быть поинтереснее, но все-таки 0,1%, тоже прирост, да, не такой динамичный, как хотелось бы видеть, но все равно прирост, друзья. Это еще одно доказательство высокой активности домохозяйств, потребителей, что является следствием, опять же, крайне благоприятной конъюнктуры и удивительных экономических условий, помните, как говорил Джером Пау, сложившейся на внутреннем рынке и в целом по американской экономике. Почему все-таки доллар вчера просел? Это, опять же, связано с тем же самым новостным фоном по поводу эскалации геополитической напряженности Саудовской Аравии и США. Может быть, на настроении трейдеров в пользу того, что нужно уходить в защиту, то есть мотивация для такой активности, послужило еще и отсутствие соглашения по Брекситу. В целом, однозначные, собственно, неприятные политические темы и, конечно же, традиционное классическое поведение трейдеров, когда на рынке такой новостной фон не связан, опять же, с скупкой рисковых инструментов. Напротив, с таким новостным фоном трейдеры всячески пытаются избежать всего, что имеет отношение к риску. Сейчас мы видим, что доллар и иена восстанавливаются. Хочется, чтобы рост американца продолжился и дальше против иены. Мы с вами ждем протоколы последнего заседания американского регулятора. Они будут опубликованы уже завтра. Но добавлю, что сейчас на рынке много форс-мажора. И это самая тема, которая сейчас у всех на слуху в Саудской Аравии и США. И, возможно, в плане большего внимания, в силу большей осведомленности и большей резонанса, этим форс-мажором является Брэйзи. Поэтому, в конце концов, если, друзья, окажется так, что в ходе сегодняшнего дня, в ходе завтрашней торговой сессии, на рынок появится негатив, связанный с тем, что соглашения по Брэйзиту не будет, то, конечно же, это приведет снова к большему спросу на иену, а не на доллар. И этот новостной фон, нужно признать, затмит, конечно же, даже самые жесткие протоколы, которые только могут быть опубликованы. Я не призываю вас сейчас закрывать длинные позиции по доллару и иене. Я просто хочу отметить, что для тех, кто еще не залез в эту валютную пару, вам лучше уже подождать, друзья, до конца этой недели и пока не предпринимать никакой активности. Мы продолжим работать с старыми ордерами, которые открывали в расчете, опять же, на то, что если не в эту среду, то к концу недели все-таки новостной фон устаканится, и трейдеры волей-неволей хотят, не хотят, но им придется обратить внимание снова на перспективы роста процентных ставок, что должно отразиться на укреплении доллара. Чтобы не отходить далеко от новостного фона по штатам, американский фондовый рынок USA30, то есть это всем известный Dow Jones, 25 182 пункта. Сейчас хочу предложить вам сделку, друзья, продать американский индекс через отложку Sales Stop с уровнем 25 250. 50, разумеется, если американский фондовый рынок будет работать с тем же самым новостным фоном, что и ранее, то есть реагировать на поведение Treasuries, на статистику, на ожидания, связанные с глобальным экономическим спадом, пусть пока что не таким, может быть, серьезным, как хотят видеть многие пессимисты. Международный валютный фонд, вы помните, всего лишь на 0,2 пересмотрел глобальный экономический рост с 3,9% до 3,7%, но я думаю, что картина в целом будет хуже. Американский фондовый рынок пока, я уверен, будут дальше скидывать, сбрасывать акции. Очень трудно сейчас конкурировать с американскими облигациями, да, мы на пороге нового сезона квартальных отчетов, и я думаю, что только лишь очень хорошие результаты смогут снова вернуть трейдеров в фондовую секцию, в S&P, в NASDAQ и в Dow Jones, хотя я считаю, что этот квартал уже может быть несколько хуже, точнее, прошлый квартал, чем второй. Соответственно, если показатели общей прибыли не дотянут до прогноза, который сейчас по S&P, по-моему, составляет рост прибыли больше, чем на 25%, я думаю, что разочарование будет связано еще и с этим, поэтому коррекция американской фонды продолжится. Как минимум, ожидаю, что USA30 коснется поддержки 25 тысяч пунктов и сможет преодолеть этот уровень с заходом гораздо ниже. Пока, как я уже отмечал, трежери с десятилетки у нас держатся на таких высоких показателях, как 3.17, 3.20. Уверен то, что именно они будут больше притягивать инвесторов и, соответственно, больше денег будет выходить из фондовой секции. Собственно, прошлая торговая сессия явно нам доказала, что на рынке по-прежнему преодолевают медведи. Потенциал снижения еще не исчерпан, не стоит всецело полагаться на то, что мы сейчас в американском фондовом рынке работаем ближе к технической коррекции. Есть идея, в соответствии с которой речь может пойти о нисходящем тренде. Я в целом разделяю эту позицию. Британская валюта 1.3144. Конечно же, фонд в центре внимания был и остается. В ближайшие торговые дни ничего не изменится. Статистика сегодня будет опубликована по роничным продажам, точнее по рынку труда. Завтра у нас данные по инфляции. В моменте локально она может повлиять на британца, но все равно все будет упираться именно в подробности по Брекзиту. Несмотря на то, что переговоры длятся уже многие месяцы, есть определенная группа трейдеров, оптимистов, инвесторов, которые верят, что соглашение будет достигнуто. Вы, как я, надеюсь, знаете и знакомы с моей позицией, я разделяю другую точку зрения. Я считаю, что соглашения не будет, в частности, в воскресенье. Мы это практически услышали от Бронье, который возглавляет группу переговорщиков от ЕС и Доминика Рапа от Англии. О том, что несмотря на попытки, на все усилия, которые предпринимаются сторонами, очень много вопросов остаются еще неразрешенными. Это явный сигнал того, что переговоры снова в тупике. И самым, скажем, спорным моментом остается физическая граница Ирландии, точнее республики Ирландии и Северной Ирландии. И никак не могут договориться. Вот последний, собственно, комментарий со ссылкой на саму Северную Ирландию. То, что сделка без Брэкзита, точнее, это сделка, которая фактически подразумевает жесткий Брэкзит. По мнению Северной Ирландии, это сделка, которая неизбежна. И очень мне понравились комментарии от Резе Мэй, которая начала свое выступление, речь вчерашнюю, тоже посвященную, собственно, данной теме. С того, что очень много, опять же, было обсуждено, очень много договоренностей уже достигнуто. И выработаны основные контуры сделки по большинству пунктов. Но все равно нет четкого понимания того, как будет проходить граница. Я думаю, друзья, очевидно, что в этом нужно видеть лишь негатив. Негатив сделка по Брэкзиту снова оттягивается. Я считаю, что в конце концов мы увидим жесткий процесс выхода Англии состава ЕС и без доступа к единому европейскому рынку. И будем говорить о печальных, мрачных, негативных последствиях для Англии, которые, как когда-то еще определил Марк Карни, по последствиям могут быть сопоставимы с финансовым кейсом 2008 года и даже его превзойти. Не вижу я оснований для покупки фунта, не вижу я возможности, чтобы за что-то можно было бы сейчас зацепиться. Как сохраняя, собственно, короткую позицию, так это и продолжаю делать. По европейской валюте то же самое. Мы, в принципе, в начале брифинга уже отметили, как, что и почему 1.1569 котировки на текущий момент. В принципе, сессии остаются волатильными, но диапазон проторговки по евро остается неизменным. Жду закрепления ниже 1.15. Сегодня мы еще раз убедимся в том, что в плане статистики все довольно плохо, когда выйдут отчеты по индексу бизнес-оптимизма. Как раз поговорим уже об этом на завтра. Доллар канадец с локальным максимумом вчерашнего дня 1.3050 лихо скредитировался до отметки 1.2950 и сейчас торгуется чуть выше данной планки. Произошло это после того, как в ходе вчерашнего дня Банк Канады еще раз подтвердил, что настроение в деловых кругах и в деловой среде остается на многолетних или даже пиковых значениях. Я думаю, что это маленький такой сигналчик в пользу того, что в целом ситуация в экономике немного хуже, чем в Штатах, поэтому условия для повышения ставки созданы. Мы ждем сначала данные по инфляции, хорошие, кстати, в эту пятницу, и потом уже на следующей неделе ждем заседание Банка Канады и решение оброжесточения политики. Думаю, что доллар канадец долго портил на настроение в последние недели, но в ближайшую неделю и следующую, то есть до конца октября, мы сможем отыграться, поскольку я вижу очень хорошие условия и возможности для движения пары ниже отметки 1.28. Помните, это поддержка 1.28, которая так и не далась, собственно, покупателям канадца, и именно на этом уровне тогда инициатива пришла снова к продавцам. Новозделание спротив доллара, котировки на текущий момент чуть выше отметки 0.6550. Друзья, я предлагаю, собственно, сделку, байлимит, вот как раз с этой планки 0.6550, потому что несколько часов назад вышли очень сильные данные по инфляции, в годовом выражении с потребительских цен вырос до 1.9% с 1.5%. Соответственно, сильные данные по инфляции меняют риторику Резервного банка Новой Зеландии в пользу вероятного скорого начала повышения ставок. Конечно же, сроки мы с вами предварительно знаем, они были заявлены следующего шага по росту процентных ставок не раньше, чем на 2020 год, но каждый раз, когда на рынке выходят новые подтверждения того, что ситуация экономически улучшается, особенно если индикация идет от показателя по инфляции, я думаю, что и Резервный банк Новой Зеландии также может несколько раз корректировать свою риторику и может быть приблизить опять же сроки шага, который будет предполагать рост процентных ставок. Этим нужно пользоваться, поэтому вижу уровень 0.6550, как хорошая точка входа на долгосрока с ожиданиями впоследствии нонезеландца выше отметки 0.67. По австралийцу тоже протоколы, несколько часов им буквально давность 0.7120 сейчас котировки, в моменте австралийца снижается, все это отголоски от протоколов, риторика и их содержание, так же как и в прошлый раз, экономика нуждается в слабой валюте, есть определенный прогресс с темпами роста заработных плат, однако прогресс не соответствует ранее обозначенным целям и довольно вялый, поэтому инфляция не находит поддержки в активности в домохозяйстве, также остается в довольно сдержанном и упадническом состоянии. Резервный банк Австралии, так же как и Резервный банк Новой Зеландии, не торопится менять монетарную политику, тем более что для Австралии и Новой Зеландии, может быть даже больше, чем для многих других стран, очевиден еще риск экономического спада Китая как ключевого торгового партнера. Про это мы также уже говорили, что в случае, если Поднебесная утратит землю под ногами из-за торгового конфликта с США, то резкое падение в целом экономики отразится также и на очень серьезных коррективах торгового баланса и с Австралией, и с Новой Зеландией, что будет для этих экономик и для валют, которые стоят за ними, очевидным негативным сигналом. В общем, пока сохраняем короткие позиции, по Австралии, только по Новой Зеландцу, я напоминаю, что мы пока работаем с данными по инфляции и не будем забегать вперед на риски такого торгового характера. Друзья, это, собственно, все, что я хотел вам сегодня рассказать. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра, как всегда, в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через Перископ. Всего доброго. До свидания.